Здравствуйте, уважаемые друзья! Вчера мне пришлось поехать по делам в центр города, в район Пушкинской площади. Я еще раз обратила внимание на то, что мы незаметно для себя оказались в полицейском государстве. Пятница вечер, 9 часов, на Пушкинской площади буквально пара человек. Тем не менее, с одной стороны Пушкинской площади я заметила три автозака, и в них располагался наряд Росгвардии, судя по теням из автозаков. С другой стороны Пушкинской площади тоже располагался автозак, а по самой Пушкинской площади патрулировали двое полицейских. И на все это сверху смотрел свободолюбивый великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, который, как известно, был убит той же сектой, что и расположила автозаки, Росгвардию и устроила полицейское государство. Пушкин был убит за то, что он был обладателем тайных знаний и передавал их в литературных образах своих произведений. Спустившись в метро, я сфотографировала многочисленные рамки на входе, которые для многих граждан стали такой обыденностью, что они их даже не замечают. Также они не замечают оборудование для проверки личных вещей и багажа. Очень часто сотрудники службы безопасности метрополитена обращаются к рандомным пассажирам и требуют от них, вернее, предлагают им проверить их личные вещи или багаж. И граждане, совершенно не задавая никаких вопросов, соглашаются на эту меру и засовывают свой багаж в ангеновское оборудование. На самом деле граждане не знают, что они не должны показывать свой багаж, не должны его предоставлять на никакой проверке и не должны показывать свои документы. Никаким сотрудникам службы безопасности метрополитена, ни даже сотрудникам полиции, если они не представятся и не обозначат причину. Хотя сейчас с новыми поправками закона о полиции они вообще ничего не обязаны. Но понимаете, наши граждане, они вообще не задают никаких вопросов, они послушно соглашаются на любое требование в основном. Ну и, конечно же, они не реализуют своих гражданских прав, поэтому у них эти гражданские права и отбирают, как собственную свободу слова, потому что они этой свободой слова не пользуются. Помните, друзья, когда вы чем-то не пользуетесь, у вас это забирают. А сейчас, уважаемые друзья, я хотела бы поделиться с вами моим возмущением, которое я испытала сегодня утром, когда открыла YouTube и увидела, что на канале, американском пропагандистском канале NBC, на который я подписана, появилось интервью с бывшим министром СССР, потом и России Андреем Козыревым, который нагло, на голубом глазу, на весь мир показывал свое табло и врал про то, что Путин, якобы он такой сумасшедший, сидит в своем огромном кабинете в конце большого стола, изолированного от всего мира, сидит и всех боится и готов даже тряхнуть ядерными яйцами, и что он рассчитывал на молниеносную победу в этой войне. Но вот доблестный ВСУ во главе с Зеленским, который якобы лежит в окопах, но мы разбирали уже, вернее, сами с Флориды разбирал этот фейк Зеленского, вот, мол, ВСУ во главе с Зеленским отразили удар и держат оборону своей страны. Ну такая пропаганда, ну такая ложь. И вы знаете, меня поражает, что вот эти вот продавшие, сдавшие, буквально продавшие свою родину, свой народ, твари, выходцы из высшего советского руководства, вот они свалили, разбежались, как крысы по разным странам, вот, в частности, вот этот Козырев, я нашла про него информацию в Википедии. После того, как он продал свою родину, он поменял российское гражданство на американское гражданство. Ну, я не знаю, наверное, российского у него уже и нет. Зачем ему оно? И он живет там себе в Америке. И он даже за все эти годы не удосужился выучить английский, потому что интервью, которое он давал телеканалу NBC, он дал на ужасном английском, со страшным русским акцентом. В общем, вот эти твари, которые продали нашу родину, вот они сейчас припевающе живут, и у них даже нет ни стыда, ни совести, они продолжают нагло врать на весь мир. Уважаемые друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете на эту тему. Я лично была возмущена от глубины души, наглой ложью вот этого мерзавца на весь мир. Ну, еще я хочу с вами поделиться тем, что я увидела вчера вечером в магазине «Перекресток», когда я возвращалась домой. Я увидела флэшбэк из конца Советского Союза. Полки в магазине «Перекресток», где еще недавно лежал сахар, песок, гречная крупа и различные другие крупы, теперь заполнены дошираком, бигмаком и другими блюдами быстрого приготовления, если это можно назвать блюдами. Ну, то есть, чтобы не были пустые полки, которые в Советском Союзе заполняли морской капустой, сейчас заполняют вот такими продуктами питания, если это можно назвать продуктами питания. Я обнаружила, что нет макарон в ценовой категории до 100 рублей, нет гречневой крупы, как я уже сказала, всего лишь один вид риса, нет манки и многих других круп тоже нет. Так что, друзья, это нужно назвать первыми признаками продовольственного кризиса, который подступает к нам все ближе и ближе. Поэтому, чтобы не оказаться в такой ситуации, когда у вас нет продуктов, вы не успели ничего закупить, покупайте, пожалуйста, семена, насчет семян томатов, вы можете обратиться к Наталье Старостиной, у нее семена различных видов и сортов томатов, также таких сортов, которые можно спокойно выращивать дома в ящиках, переходите по ссылке, в описании к видео Натальи, в описании к каналу указаны контакты, по которым можно с ней связаться, качество, отменный вкус Наталья гарантирует. Уважаемые друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь моими видео, я благодарю всех, кто оказывал и продолжает оказывать мне финансовую поддержку, сейчас мне это особенно важно и нужно, потому что YouTube подключил все возможности заработка для авторов из российского сегмента, реквизиты указаны в описании, если вы хотите поддержать мою деятельность. Спасибо, что смотрите, до новых встреч!